Всем привет, меня зовут Антон и вы смотрите восьмой выпуск обучающего видеоподкаста по монтажу в программе Final Cut Pro X под названием Pro Editor. Сегодня в выпуске организация материала и устранение ошибок Final Cut. В качестве исходного видеоматериала я буду использовать фотажи High Quality Media. Итак, наш исходный материал импортирован и находится в окне Events. Для начала, исходя из многочисленных просьб наших зрителей в YouTube, я хотел бы рассказать об организации новых эффектов, то есть как удалить или добавить какие-либо сторонние эффекты, те которые сразу не поставляются вместе с Final Cut. Они могут быть как платные, так и бесплатные, абсолютно без разницы, все делается одинаковым образом. Для этого давайте перейдем в Finder и откроем нашу домашнюю папку. Затем выберем Фильма, Motion Templates, Effects. Если этой папки нет, то просто создайте ее. Итак, в ней хранятся все наши сторонние эффекты. Если вы скачали какой-то эффект, ну или купили его, еще раз повторюсь, абсолютно не имеет значения, платный он или бесплатный, вы просто копируете его в эту папку. Итак, у меня есть, например, бесплатный эффект от компании Align Drink, голограмма называется. Вот я его переместил в эту папку, в папку Effects. Давайте теперь посмотрим, как это выглядит в самом Final Cut. Открываем Effects Browser. И вот мы видим с вами категорию Align Drink, и вот тот самый эффект голограмма. Это что касается добавления новых эффектов. Если же вы пожелаете удалить какой-то эффект, то опять же таки заходите в эту папку и просто перетягиваете ненужный вам эффект в корзину. После этого перезапустите Final Cut, и вы больше его не увидите в панели Effects. Аналогичным образом работают также Generators, Titles и Transitions. Вы также можете переименовывать папки, добавлять какие-то новые, вот в данном случае, переходы, или удалять их, и все это будет с перезапуском Final Cut обновляться в соответствующем браузере. И еще один важный нюанс, который необходимо знать при работе с Final Cut, который не касается конкретно самого монтажа, это так называемый Background Render. На самом деле это очень хорошая функция, которая позволяет как бы производить рендеринг вашего видео в фоновом режиме. Но, к сожалению, особенно на старых компьютерах с слабой оперативной памятью или слабым процессором, она иногда работает отнюдь не в фоновом режиме, то есть значительно тормозит саму работу Final Cut, применение различных эффектов, ну просто сам монтаж. Что сделать, чтобы этот Background Render отключить? Для этого давайте зайдем в Final Cut Pro, Preferences, то есть настройки, и выберем вкладку Playback. Здесь вы видите рендеринг и напротив него Background Render. Снимите галку, и теперь вас больше не будет никогда беспокоить этот фоновый просчет вашего видео. Следующий аспект, который необходимо знать абсолютно всем пользователям этой программы, это работа в Events Browser, то есть в браузере событий. В данном случае у меня импортировано всего 4 файла, но понятное дело, что их может быть здесь и 10, и 20, и 50, и 100 штук. Как сделать так, чтобы навигация между ними была наиболее удобной? Для этого существует тегирование и создание Smart Collections. Итак, начнем с тегирования. Допустим, у нас есть 3 файла, выделим их, и нажмем на соответствующую кнопку, которая нам откроет Keyword Editor. В появившуюся строку вы можете вписать необходимый тег. Например, война, war. Теперь ко всем этим трем видео присвоен соответствующий тег. Вы можете создать также свои Keyword Shortcuts, которые с каждым новым добавлением тега будут заполняться, но при этом, если вы знаете, что данный тег вам больше не понадобится, или не является таким основным, вы можете просто его удалить, нажав на клавишу Delete. Как видите, если раскрыть наше событие, то вы увидите появившуюся папку, которая соответствует тегу «Война». Теперь давайте создадим Smart Collection. Кликнем по нашему событию правой кнопкой мыши и выберем New Smart Collection. Введем ее название и дважды кликнем по ней. Перед нами открылось окно, которое представляет собой настройки данной Smart Collection. Нажмем на плюс и выберем, например, Media Type. Оставим те настройки, которые выставлены по умолчанию такими, как они есть, то есть представим, что нам необходимо, чтобы в данной Smart Collection было только видео с аудио, то есть видео, у которых есть аудиодорожка. Закроем настройки и посмотрим, что же содержит в себе данная Smart Collection. Как видите, она отсортировала из всего события Pro Editor те файлы, которые представляют собой видео с аудиодорожкой. При этом не стоит забывать еще об одном параметре. В данном случае мы с вами видим все видео, кроме исключенных, то есть включена опция Hide Rejected. А если выбрать, например, Rejected, то здесь уже будут совершенно другие видео. Рекомендую вам не полениться и навести порядок в вашей Event Library, создав свои Smart Collections или Keyword Collections, которые действительно помогут вам при монтаже и упростят навигацию по вашей коллекции. Следующее, о чем я хотел бы вам рассказать, это создание компаунд-клипа прямо в окне Events и работа с ним. Итак, чтобы создать составной клип в браузере событий, убедимся, что выбран сам браузер событий, но для этого просто кликнем по нему, и выберем файл New Compound Clip. Введем его название, ну, пускай это будет просто клип, и нажмем ОК. Появился пустой составной клип. Дважды кликнем по нему, чтобы открыть его на таймлайн. Обращаю ваше внимание, сейчас на таймлайн открыт не проект, а открыт составной клип события. В этом можно убедиться, посмотрев верхнюю часть таймлайн. Давайте переместим какой-нибудь клип, без разницы какой, на таймлайн, например, вот этот. Сделав это, еще раз повторюсь, мы добавили его не в проект, а прямо в тот самый составной клип, созданный нами в Events браузере. И очень интересный момент, собственно, ради которого мы все это и делали. Составные клипы, созданные в браузере событий, а не на таймлайн, действуют как отдельные проекты. Во-первых, они не ограничены по времени, вы можете добавлять сколько угодно и каких угодно файлов. При этом это могут быть как клипы, тексты, эффекты, в общем, все, что можно добавить в проект, можно добавить и в этот составной клип. И выгода здесь заключается в том, что составные клипы хранятся в браузере событий, и их можно использовать в любом количестве проектов. Например, я рекомендую попробовать создавать открывающие титры, инфографику или другие часто используемые вами элементы, как составные клипы в браузере событий. При этом, если мы внесем изменения в этот компаунд клип, то во всех проектах, где он уже используется, изменения привнесены не будут. На самом деле, очень удобно, это проверено на себя, как говорится. Серьезно экономит время, особенно, допустим, в подкастах. Сделано начало, сделан конец, затем, открывая данный составной клип, вы просто меняете название или номер подкаста и перемещаете этот файл на таймлайн. Что ж, теперь можем удалить все, что сделали, вместе с этим компаунд клипом. И поговорим на еще одну очень важную тему, а именно о том, когда в Final Cut возникают какие-то ошибки. Итак, что при этом мы можем предпринять? Ну, понятное дело, перезапустить Final Cut или переустановить его на худой конец. Но что делать, если все это не помогает? Итак, при возникновении ошибок я рекомендую сделать следующее. Во-первых, стереть настройки Final Cutа. На всякий случай рекомендую сделать резервную копию этих файлов на флешку, например. Находятся они в вашей домашней библиотеке, то есть user, слэш ваше имя, слэш library. Откроем ее. Затем выберем папку Preferences и найдем два файла настроек с использованием комбинации Final Cut. Вот они. Перетянем их в корзину, затем перезапустим Final Cut и на месте этих создадутся новые настройки. Если после этой операции Final Cut будет работать стабильно, то рекомендую создать резервную копию уже вот этих новых настроек, чтобы в случае каких-то неполадок вы могли их просто заменить и перезапустить Final Cut. Если и это не помогло, то возможно проблема в файлах рендера Final Cutа. Для того, чтобы их удалить, выберем какое-нибудь событие, но в данном случае Pro Editor, затем откроем меню File и выберем пункт «Удалить все файлы рендера». Delete Event Render Files. Таким образом, еще одна возможная проблема, препятствующая стабильной работе Final Cutа, будет устранена. Помимо событий, подобные файлы рендера может иметь также и проект. Для того, чтобы сделать это, просто откройте браузер проектов и повторите только что описанную мной операцию. И теперь мы переходим к самому интересному, а именно к тому, что многие из вас, наверное, ждали с нетерпением, исходя из количества запросов на эту тему. Итак, это организация вашего материала на внешнем носителе и правильный перенос данных. Никому не секрет, что проекты и события в Final Cut занимают приличное количество дискового пространства. В связи с этим рекомендую купить отдельный внешний носитель, на котором хранить все ваши события и проекты. Как вариант, вы можете переместить на этот носитель исходные файлы и при этом при импорте снять следующую галку. Вот она, Copy Files to Final Cut Event Folder. То есть, если данная опция не включена, то все ваши исходники не будут копироваться на жесткий диск самого компьютера. Но помимо весомых исходных файлов, много весят также и файлы рендера. Чтобы и они хранились на вашем внешнем носителе, придется специально подготовить ваш внешний жесткий диск. Что для этого необходимо сделать? Представим, что вы уже начали работу в Final Cut, при этом у вас уже есть несколько проектов, которые хранятся на жестком диске компьютера, и вы бы не хотели от них избавляться. То есть, потребуется их перенести на внешний носитель. Что для этого надо предпринять? Откроем вашу домашнюю папку «Фильмы». Кликнем по ней. Выберем Final Cut Events и Final Cut Projects. В этих двух папках хранятся все файлы, относящиеся к работе с событиями и проектами Final Cut. Именно их нам и потребуется перенести на внешний жесткий диск. Выбрав эти две папки, перенесем их на внешний жесткий диск. В данном случае представим, что это ProEditor Drive. Перетянем поверх него, и наши две папки скопированы. Теперь просто-напросто удалим содержимое этих двух папок на жестком диске компьютера, и отныне при запуске Final Cut'а он будет брать проекты и события прямо с вашего внешнего жесткого диска. При этом учтите, что внутри этого жесткого диска вы не должны никуда помещать эти две папки. Они должны лежать как бы наверху всего вашего каталога. Но при подобном перемещении вы столкнетесь с одной проблемой. А именно ссылки на ваши файлы будут изменены, и Final Cut будет сигнализировать вам о том, что утеряны файлы, как в проектах, так и, разумеется, в событиях. Что в этом случае необходимо сделать? Давайте попробуем представить данную ситуацию на аналогичном примере, которым будет являться изменение названия исходного файла. Откроем папку Original Media в событии ProEditor и изменим название следующего клипа, который также является первым в браузере событий. Вот он. Итак, давайте добавим, например, пробел 1. Итак, Original Media изменено. И, как видите, Final Cut репортует об ошибке. Он указывает, что данный файл был потерян программой. Что в этом случае сделать? Выберем файл и Relink Event Files. Как видите, он указывает в качестве потерянного файла все то же исходное видео. Кликнем на него и выберем Locate Selected. И укажем в Finder и местонахождение нашего потерянного файла. Вот оно. Нажмем «Выбрать». Затем кликнем по кнопке Relink Files. Как видите, ошибка исчезла. Именно таким образом, перенеся ваше событие на внешний носитель, вам придется потрудиться и перелинковать все файлы, которые Final Cut не распознает. А не распознает он их именно потому, что их местоположение будет изменено. Я рекомендую не пожалеть времени и сделать данную операцию, так как она способствует незахламлению компьютера и при этом весь ваш материал, который нужен для работы, всегда будет в одном месте, на этом жестком диске. Итак, сегодня вы узнали, как организовать ваш материал и как исправить ошибки Final Cut. Пишите нам свои вопросы по этому видеоуроку и по любым другим темам. Подписывайтесь на новые видео и получайте их первыми. С вами был Антон, ждите следующего выпуска.